В селе Возвышенка, Североказахстанской области, ввели в эксплуатацию животноводческую ферму. Комплекс рассчитан на 1800 голов. Стоимость проекта – 4,5 миллиарда тенге. Производственный процесс максимально автоматизирован. Установлены цифровые технологии. Пока здесь трудятся 30 сельчан. В будущем штат планируют увеличить вдвое. В целом до конца года в регионе запустят еще 8 молочно-товарных ферм. Мы сосредоточились на строительстве именно промышленных ферм. И сегодня по нашей стране строят их 35. Из 35 – 17 строятся у нас в области. Благодаря тому, что здесь сконцентрировано большое поголовье, здесь привлекаются высококвалифицированные специалисты. Ветеринары, ассиминаторы, ветеринарные врачи, зоотехники. Более 150 нарушений правил промышленной безопасности выявили на шахте Тинтекская. Устаревшее оборудование, выработки с превышением доступной скорости воздуха, проблемы с проветриванием и многие другие несоответствия не устранены с прошлого года. За это компания «Арселор Миттл Тимиртау» привлекли к административной ответственности. Также инспекторы по промышленной безопасности подали иск в экономический суд о приостановке на шахте работы ленточного конвейера. Там одно из нарушений – это было само здание. То есть уже изношенное было, надо было провести обновление, монтаж плит, обновить плиты. Также были разрывы швов по именно конструкции самого здания. То есть не исключало бы где-то возможности обрушения на именно людей, на тот обслуживающий персонал, который обслуживает данный конвейер. В связи с этими нарушениями было принято решение приостановки данного объекта. На Сахалине решают кадровые проблемы. По федеральной программе «Зиминский учитель» в Сахалинскую область переехало 70 педагогов. Некоторые села смогли закрыть все имеющиеся вакансии. В село Таранай за два года переехало 4 учителя. Без этих педагогов было сложно разделить нагрузку. Некоторым преподавателям приходилось работать на две ставки. Теперь же все и все на своих местах. Стать зиминским учителем на Сахалине не так просто. Нужно пройти конкурс. В этом году, например, было подано больше 500 заявок. Повезло лишь 32 педагогам. Каждый учитель, который решил работать с ребятами в селах Дальнего Востока, получает 2 миллиона рублей. Эта сумма многим позволяет сразу же решить жилищный вопрос. Несмотря на то, что уже Сахалин встретил 70 новых педагогов, вакансии еще есть. А значит, ученики в школах Острова будут вскоре знакомиться с новыми преподавателями. К нам приезжают учителя с очень хорошей квалификационной подготовкой. Это учителя первой категории, высшей категории, с большим опытом работы, те, которые прошли различные курсы повышения квалификации. Мы стараемся каждого из учителей, который принимает решение переехать в Сахалинскую область, сопровождать индивидуально. Предлагаем, как правило, и арендное жилье или служебное жилье. Устраиваем детей в детский сад и в школу. Решаем определенные бытовые проблемы. В Европе опасаются острой нехватки дизельного топлива. Евросоюз планомерно отказывается от импорта российской нефти, а значительную часть солярки производили именно из нее. В Нидерландах – стране с мощной нефтеперерабатывающей промышленностью – обещают помогать соседям. Дизельное топливо на многих европейских заправках уже стоит дороже бензина. Число легковых дизельных машин в Европе стремительно сокращается уже несколько лет, но солярку активно используют транспортные компании. Из-за этого рост цен на горючее отражается практически на всех остальных продуктах и услугах. Нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме, рядом с одним из крупнейших портов мира, сумел в краткий срок и найти замену российской нефти, и процесс производства почти не пострадал. Но далеко не у всех европейских предприятий переход получается также легко. Нидерландам это не грозит. У нас ситуация очень выгодная. Мы производим в 3-4 раза больше, чем потребляем. Но правда в целом в Европе ситуация вызывает беспокойство. Запасы сокращаются. Мы ожидаем, что импорт дистоплива и дальше будет уменьшаться, что приведет к росту дефицита. Раньше около трети сырой нефти мы получали из России, но мы немедленно прекратили закупки в конце февраля, когда возникла эта ужасная ситуация с Украиной.